Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в российской государственной библиотеке, главной библиотеке нашей страны, крупнейшей библиотеке мира. И вот здесь, в этих стенах, в центре восточной литературы, мы проводим сегодня замечательное мероприятие. Я хочу сначала представиться. Меня зовут Татьяна Миронова, я доктор филологических наук, поэтому мне очень интересна тема сегодняшнего мероприятия, главной библиотекой российской государственной библиотеки. Сегодня в наших стенах презентация очень интересной книги замечательного автора, нашего гостя из Казани, Рафаэля Фаддиевича Мухаммедимова. Название книги, ну, у меня просто разгорелись глаза. Тюрки в истории мировой цивилизации. Для меня это очень важно. Я считаю, что вообще в России эта тема важна, потому что Россия — это та среда, где пришло соприкосновение, соединение культуры. Культуры тюркской и культуры славянской. И поэтому нам нужно знать все об этой проблематике. Я предоставляю слово. Рахмет, спасибо вам. Академик Султану Рад, президент Всемирного ассамблея Космогор, это общая тюркская международная организация, объединяющая все тюркские народы мира. Приехал с хабом, наше руководство, пара-така, избирается представители разных национальностей, входящих со статей в супер-эдносах. В последние времена я являюсь, и мы историк, казахстанец, историк, культурный центр, культурный центр, культурный ракет, культурный центр, культурный центр, культурный Главный этап, в измелье этого городка, добавляя с духовными человечеством. Мы видим решение всех проблем земных и земель, то, чтобы мы стали духовно едиными, как, скажем, дети одного рода. В 90-м году вместе с моими соратниками могли организовать ташкенты, казани ассамбирь темский народ. На сегодня эта организация стала сильной на самом этом стороне, поскольку там все единственные стоят в Турции, в Турции, в Турции, начиная от Китая, даже в Турции, на втором стороне, половина есть кинозг, а половина с канадской улицей. На полной организации объемных ракций выступают в Африканских конференциях, участвуют в разных дискуссиях. Я понимаю, они как, ну, по шаблонному понятию, а рассуждают о нашем прошлом. Это наша страница, наша история, социализм был великолепной страницей, мы имеем его прекрасный, замечательный опыт, который позволит нам, когда будем еще стараться переустраивать этот мир, опираясь на стольчий опыт. По этой части, основная деятельность направлена на экономическое преобразование мира сам по себе. Вот пропагаты, идеология, религия человечеству, только ничего не дал, кроме противопоставления и разобщения нас. Основных к тому, что мы создали, сделаем мир единым, чтобы у нас было понимание общей духовности, объединение произошло, надо делать такую экономическую систему, которая позволит нам, если даже интересы, поскольку их интересы экономически объединять людей, если даже с другой религией, совсем далекий по пониманию, по ближайству народ, но экономическое понимание, то есть экономический интерес позволяет нам объединиться накрепно на всю жизнь. В нашей ассамблее присутствовал золотой меделл Куртегин, кто тюркскими делами интересуется, вы прекрасно понимаете, это был образец, наверное, человечества, боевого подвига, который вспоминаем, стараемся, взяду его пример, по происшествии почти, можно сказать, полторы тысячи летят сегодня. В целом, этот золотой меделл Куртегин основным награждается руководителем государства, правительством, особым выдающимся заслугами. Но наш Ассамблея, создавая ассамблею народу тюркских народов, он еще выше, чем глава государства, поскольку он являлся представителем ассамблеи всех тюркских народов. Позвольте, мой друг, вам вручить этот педаль. Не только тюркскимирую человечество, как сейчас Татьяна Виновна сказала, то, что очень интересуется тюркскими историками, тюркскими делами, это замечательно, потому что когда-то сказал Гумилёв, что Россия без тюрков, они, которые Россия будет иметь будущее, имея дружбу и единение с тюркскими народами. Вот сейчас израиль арабами воюет, хотя они и ленинг корни имеют. У нас тоже были истории, так и страницы, при которых исторические моменты. А будущее, думаю, только у нас с вами только вместе имеет святое будущее и окончательное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь, возможно, я начну все же, когда она написана здесь, мы создали в нашей ассамблее, создал средний тюркский язык, который питается от всех негативистических достоинств наших языков усерединенной форме через компьютерную программу, при которой мы даже учли понятие на основу даже самых малых народов, чтобы не потерять их, а не то чтобы они в конечество. Правда, наши турецкие братья говорят, у нас много, сколько там мяса, если у нас на килограммах на северский ион, в нашей языке, я говорю, никак. Даже если у нас северные тюркские народы, знаете, такой понятий на уровне очень высокий, у нас нормандисты на русский язык перевести, поскольку наши языки родились в процессе того, как сегодняшний наш отпустил на землю, мы постарели жизненную процессы, продлили, изобрелись наш язык, а не то чтобы выучили откуда-то в карте. И поэтому настолько она разнообразна и саморудна. Мухаммеддинов Рафаэль Фадыевич, тюрк халлхлара, не только оборядки, а и общественные деятели, а и автору подарить эту книжку, поскольку это то, что я оказался в том, что это было. Это достаточно, ну, теоретически практически подковным, немалые заслуги Ленинской библиотеки. Мы считали Ленинской библиотекой, я даже постоянно поспалил этот замок Ленинской библиотеки. Позволяет мне иметь крылья и до сих пор достаточно консультации. АПЛОДИСМЕНТЫ Представлюсь, Дашкин Альберт Фаритович, предварительный лиц Татарский Союз в Москве. Мы пришли с одним из организаторов данного мероприятия. И по традиции в самом начале мы обычно высказываем благодарности. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас, наших слушателей, зрителей, которые пришли. Потому что все делается ради вас. Если бы вас не было, то ничего бы и не было вообще. Поэтому вам спасибо огромное, что вы пришли, проявили интерес. Потому что мероприятие ясно не развлекательное. Мы не по музыку пропагандируем такие вещи, которые требуют напряжения ума. А это всегда работа над собой человеком. Поэтому здесь, видимо, люди собрались особого сорта. Те, которые думают больше, чем средний человек у нас в России. Поэтому вам спасибо огромное. Спасибо огромной библиотеке за то, что нас спустило сюда. Это замечательное место. Смотрите, как здесь красиво. И какой дух здесь. Какой здесь дух. Восточный дух. И, ну, татар как-то вроде тоже к востоку относят. И тюрков тоже. Поэтому мы здесь почти как дома себя чувствуем. Очень комфортно. Вот. Большое спасибо Артуру, который преодолел такое расстояние и приехал к нам. Большое спасибо. Будем с интересом изучать вашу книгу, конечно. Так, а сейчас можем переходим к содержательной части. Да, я зовут Принцесса, меня зовут Гайя Раскандя. Я являюсь председателем общественной организации фонд развития мусульманских народов. Что хочется сказать. Вот. История тюрков действительно очень древняя. Ее древние иконы вот сейчас постепенно начинают обмажаться. Причем с самых разных сторон. Рафаэль Аханди, он с точки зрения языка, древних вот тюркских включений в русский язык, вообще в другие европейские языки, значит он это исследует процесс. Мурат Аджи, которого мы недавно потеряли, вот его слова о том, что единый народ единой страны. То есть мы народы России, в принципе, все имеем общий корм. Понимаете? Вот язык нас связывает тюркские народы. Не только народов России, но и народов многих зарубежных стран, европейских стран и стран Евразии. Мурат Аджи, он рассматривал эту проблему древнейшей тюркской истории с точки зрения культурологии. То есть изучал различные культурные памятники, рассказывал о них древние. И там находил тюркские кормы. Другие исследователи, вот как Мухаммар Саинов, например, Газа, он занимается вопросами топологии. А топология ведь это документная. Понимаете? И оказывается, вот если рассматривать топологию России и зарубежные страны, опять-таки тюркские кормы там везде присутствуют. Ну и нельзя забывать, что нашу страну ведь когда-то на европейских картах обозначали как татарию. Вот. Поэтому у нас вот такие большие корни. Я думаю, что если наша страна повернется вот позитивно вот в сторону тюркского мира, то Россия действительно будет ей победить. Сейчас переходим к касанному докладу. Рафаэль Афенни, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые участники этого мероприятия. Я думаю, что здесь и уверен, что здесь собрались татары и представители других наций, которые интересуются чурской историей. Разрешите вам передать горячий привет из Казани. Вот это слово. Причину, почему я написал эту книгу. Ну, если отвечать на этот вопрос, так сказать, серьезно, то, наверное, это исходит из моей биографии, из моего жизненного пути. Я начинал в Ленинградском университете, учился в университете на арабском отделении, как арабист. И три года был арабистом, там и древнееврейский язык, и так далее. Потом я перешел на турецкую капиталь, турецкой филологии, и уже закончил как специалист по турецкой филологии, турецкий язык и литература. Затем в Казани, когда я устраивался на работу, по языку, к сожалению, не было локации абсолютно. Я в 67-м году успел учиться, это было еще в советские годы, и там была вакансия только на историческое отделение, в Академии наук. Ну, я думаю, что ждать? Пошел в историки. Ну, и там языки мне пригодились, потому что источники мне пригодилось читать. И вот я 30 лет проработал историком в Академии наук в Институте истории, представляете? Ну, как-то втянулся, и языки мне не помешали, наоборот, помогли. Вот, исходя из этого, будучи знакомым со многими языками, я как-то вот увлекся этимологией, и отсюда и исторической эволюцией тюркского мира, так сказать, в плане исторического. Все мы тюрки любимы последние годы говорить о нашей древности тюрков. Ну, особенно после Алжаза Сулеймена, вы знаете, там книга уже о Азии и так далее, и другие авторы. Вот. Но, действительно, это не пустое утверждение, что мы древние, да? Вот, например, я хочу сказать, что три фактора я сам для себя обнаружил, которые доказывают нашу древность. Первое. Тюркские слова находят в таких древних языках, как шумерский и этрусский. Кстати, заранее скажу, и в моей книге написать русский, я считаю тюркским языком. Вот. Это уже говорит о древности. Как в тюркские слова попали в шумерский язык? Затем распространенность тюркских языков в мире. В мире нет больше ни одного языка, который был так распространен по всему миру, как тюркские. Начиная с шумер, Евразии и кончая индейцами Чили, представляете? В их языках индейцев полно, но, по крайней мере, одинаково с тюркскими. Вот. Поэтому, какой бы мы язык ни взяли, ни один язык так не распространен по земному шару. Это же тоже говорит о том, что нужно было время, чтобы он за это время распространился. Значит, что он возник в очень глубокой древности. Затем, когда мы переходим к источникам, у нас беда у тюркан, что хоть мы и утверждаем, что мы древние, но наши источники самые древние – это китайские. Китайцы писали самые древние источники – это третий лет до нашей эры. Вот появились на северные кочельники, гунны там и так далее, мешают нам жить, да? Затем нашествие гуннов на Европу – это уже европейские источники, пишут. Это тоже тюрки. Третье – то, что тюрки сами себе оставили какой источник? Более-менее древние – это архонно-енесецкие надписи. Это где-то VII век, в нашем мире уже, да? Вот единственное мы оставили на эпитафе этих каменных нагробей, на пюркском языке, пюркском ироническом алфаве написаны вещи, да? Их Томпсон, датский ученый, в конце XIX века только обнаружил и расшифровал. И вот с этих вот источников мы можем рассуждать о тюркской истории. А все, что было раньше – нет источников. Нет, хоть застрелитесь, нет источников. Но я стал думать, как же нет источников? А разве язык – это не источник? Язык – это тоже источник. И по нему можно кое-что восстановить. И вот, чтобы я не был голословным, Марф, такой был лингвист в начале XX века, советский. Вот он очень интересные вещи писал о древности тюркских языков. Тюркские языки, пишет он, генетические не только не разъяснены, но и не освещены ни в какой мере. Генетические вопросы о них, то есть вопрос происхождения тюркских языков, по существу никем не ставился. Это он тогда писал. Про родину тюрк, конечно, нельзя признать Азию по внешнему свидетельству того факта, известного короткой исторической памяти человечества, короткой сравнительной судьбой возникновения и развития тюрк и тюркской речи. Следовательно, какая громадная общественная работа, какой громадный, отражающий ее динамический языкотворческий процесс, пройден тюркскими языками, чтобы достичь того, чтобы достичь того статистического состояния, того консерватизма, который отличает тюркские языки по общему мнению самих тюркологов. Действительно. Что касается, я сказал, что язык остается источником, по языку можно историю очень глубоко копать. И вот американский ученый на эту тему высказался, лингвист Кеннет Хейл. Он пишет, язык значит намного больше, чем просто средства общения. Язык знает о жизни все. В этом всем знание быта, духа прошлого, настоящего прогноза будущего. Изучение языка приоткрывает тайны, уже недоступные источникам и археологам, историкам и археологам, обнаружат, обнажают корни духовности народа. Четко сказано. Вот то, что я сказал, я у него это увидел, он четко сформулировал. Действительно. Я как человек, который на границе лингвистки и истории, как говорится, занимался исследованиями, я пошел этим путем. И начал собирать разные слова из разных языков. Ну, чтобы этимологией, так сказать, заниматься. Этим я занимался, представляете, 20 лет. Это не была моя профессиональная работа в институте. В институте я занимался 30 лет историей формирования татарского национализма и идеологии пантюркизма, или тюркизма я его назвал. Это как раз связано с перестройкой, суверенитетом и так далее. Это тоже было злободневно. Я тогда в национальное движение вошел, там все эти организации создавали мы и так далее и того подобное. Но в институте я вот три монографии на эту тему выпустила. Одна даже в Турции на турецком языке была переведена, вышла. А вот то, что я сейчас говорю, эти монологии, это у меня было для души, как бы за это мне деньги не платили. Но я постоянно вот где встречал такие какие-то эти точки на пенсию, и дома у меня такая стопка папок уже сейчас накопилась. Там, я не знаю, там на 20 кандидатских диссертаций материалов. И, короче говоря, потом эту тему я и в институте сменил, современную историю завершил. И перешел вот к этой уже последней, перед пенсией, там, ну, лет 5-то занимался, как плановая тему была. Но не закончил, не успел закончить. И, значит, вот таким образом, значит, пришел к этой теме. Язык как источник истории. Затем, собирая различные слова разных языков, я заметил, что есть какие-то важные корни во всех языках мира. Вот, смотрите, если видно. Видно, да? Вот. Семь корней. Вот согласные здесь даны. Почему только согласные? Потому что в древней тюрьме гласные были не так важны. Они могли сильно изменяться. А, у, и о, и так далее, да? Но гласные редко менялись, хотя и гласные менялись. Вот, заметили, семь корней. И виндоевропейских, и тюркских, и во всех, которые мне были доступны. Ну, мне, кстати, были доступны для работы больше всего тюркский язык, татарский, турецкий. Я ими владею, русский язык. Ну, английский, немецкий, французский, и еще там, из современных языков. И древние языки, по словарям. Вот. И обратил внимание, что этими корнями в разы языка мира могут выражаться восемь понятий. Восемь понятий, восемь смыслов, которые, как я считал, были самыми важными на заре человечества, на заре возникновения языка. Какие это понятия? Вот, в принципе, видно будет хорошо. Первое понятие – солнце. Второе понятие – круг. Третье понятие – бог. Четвертое понятие – земля, вода вместе. Потому что древний человек не разъединял их. У него вода и земля были вместе. Затем – гора, дитя или потомство. Седьмое понятие – поселение. Ну, деревня там, поселки. Восьмое понятие – знание. Вот, это уже с интеллектом связано. Ну, я сейчас, наверное, не буду конкретно вот эти понятия через конкретные слова здесь вам расшифровывать. Если это видно, то посмотрите это, да? И если нет, то в книге-то читайте. Иначе мы зайдем туда, в дегрю, и вы ее много уйдете. Значит, то есть я ее, своего рода, создал лингвистическую таблицу. Она у меня в книге занимает 15 страниц, понимаете? Она очень подробная. Но она дала мне возможность многие вещи понять вообще в истории тюрьмских народов. Копнуть историю подглубже. То есть это, своего рода, новая методология, которой лингвистки ни у кого нет. Ни в Америке, ни в Европе, ни в России. То есть это ноу-хау мое, собственно говоря. И, значит, это я сравниваю, в книге пишу об этом, что с таблицами Нереева в химии примерно ту же роль играет в языкознании. Даже вот такие вещи были. У меня жена тоже лингвист по английскому языку, она кандидат в науку. Я даже проверял эту таблицу на ней. Допустим, какое-то понятие, я говорю, вот на английском языке примерно как-то так вот случайно должен корень это понятие. Это так? Она говорит, точно так. А я в слове и не смотрел, и не знал. Я же не, так сказать, не германист. Потом говорю, давай проверим еще. Другое понятие беру. Говорю, примерно вот такой корень. Она говорит, точно такой корень. Значит, она работает, эта таблица. Ну, не скажу, с аптекарской точностью. Но хотя бы что-то есть будет. Затем, значит, это одно ноу-хау. Второе ноу-хау, это я, в какую-то, так сказать, придумал солнечно-дождевую теорию. Солнечно-дождевую теорию, при помощи которой тоже можно очень многие этимологии сделать и оширвать смысл слова. В чем она заключается, солнечно-дождевая теория? Я понял из большого обилия слов в разных языках, что в древности человек в едином контексте понимал солнце и дождь. Солнце и дождь. Почему? Потому что для древнего человека очень было важно два предмета в природе, которые окружаются. Первое – это солнце, потому что оно дает свет, оно дает тепло. И дождь, вода, которая дает питание для животных и для растений. Они понимали, что если эти два фактора существуют, они выживут в этом мире. Если этих факторов не будет, им грозит смерть. Поэтому все остальное для них было на первых парах, второскепенных. И поэтому не зря вот солнце, видите, солнце и круг – это одно и то же. Вот земля, вода идет четвертым, да? Я очень на наглядном примере хочу показать вот механика. Возникли языки тоже вот в начале с этого. Вот смотрите, простой пример. Есть много теорий происхождения языка. Есть социальная теория, есть трудовая теория, есть теория выкриков там каких-то. Еще множество теорий. Есть звукоподражательная теория. Я признаю только звукоподражательную теорию. Считаю, что она единственная верная теория. Потому что все остальные теории, они философски необъяснимы. Там, понимаете, звук или слово, которое обозначает какое-то понятие, возникает как бы из ничего. Вот в голову ударил человек, он такой выкрикнул что-то, ложь в племени, и сказал, с этого времени, вот это называйте так-то так-то. Вот примерно так все теории выглядят. А вот звукоподражательная теория, да, правильно почему? Потому что из ничего что-то никогда не возникло. Из чего-то что-то возникло. Из реального, да. В природе были такие объекты природы, живой природы, особенно птицы, там, шум дождя, допустим, там, треск сучьев и так далее, которые издавали звуки. Вот эти объекты природы издавали звуки. Например, дождь капает, да, он издает звук. Или нет, начнем не с этого. У вас в татарском языке очень яркий пример. Ворона есть. Ворона что делает? Она каркает. Она каркает. Она каркает. Карка, каркает. Люди видели этот объект природы, который сам издает звук, и назвали его этим звуком. В татарском языке он равно будет карка. Карка. Азербезианский. Вот. Это вот такой наиболее наградный пример. Хорошо. Например, еще какие-то есть там, какие-то явления природы, которые звук издают. Это понятно здесь все равно. Но есть такие явления природы, которые, или объекты природы, которые звуков не издают. Например, солнце. Солнце не издает звуков, а оно было очень важным. Было важным дать ему имя, назвать его. Думали, скажем, тюрки. Как мы назовем солнце? И додумались. Ассоциативное мышление, видимо, работало у них какое-то. Вот смотрите, дождь, когда капает, он издает звук какой? По-тюркски будет во многих языках в татарском «тып-тып». Не «кап кап», а «тып-тып-тып». Вот. Они назвали отсюда «капля дождя», по-татарски будет «тамче». «Тамче» – это близко. «Тамче», да? По-турецки будет «дамла». В языках тюркских тоже что-то похожее. Хорошо. Для «капля дождя» они придумали имя. Потом они думали, каким образом. Капли падают с неба. Там, где находится самое важное место – солнце. И они тоже солнце называть стали «тып-тып». Или «там». Потом «п» превращается в «мэ», «там», «тамче» капли же. Солнце могли назвать «там-да». Потом мы превращаемся в Н, и все остается, что там, по-тратарски там это заря, это восходящее у нас солнце, там, там, оттуда, говорят, солнце взошло. Вот таким образом теорики придумали слово для солнца. И таким образом вот эта солнечная дождевая теория как бы родилась у меня. Затем очень интересна такая категория слов, как местоимение. Они очень абстрактные слова вроде, но они очень древние. Во всех языках местоимение, видимо, такая часть речи, которая первая возникла. И вот это солнце, которое называли тап, тюрки, тап, тып, там и так далее. И сейчас даже вот Бог есть, третье, в турецком языке есть слово Бог, тапы. Тапмак, тапанмак, это молиться Богу, значит, есть такое воевание. Так, по слову говоря. Затем, раз мы говорим, что тап это было солнце, а это, видимо, было еще в эпоху матриархата, вот эти все дела, да? Там была женщина, главой рода, например, матриархата. И ее, как праматерь племени, почитали, она была толстая, она больше всех кушала. И вот поэтому с татуэтки там, вот, древних этих баб, ну, женщины, да, ну, бабам называют, да? Они были такие массивные, с большими грудями, потому что тогда считалось это превосходной, так сказать, жизнью маме, да? И тап, но солнце тап, и они стали называть эту бабушку, эту женщину, тоже тап, только, чтобы отличить от солнца, они ее называли маленькое солнышко. А ласкательные, уменьшительные акции тюрксика, ай-а. А, например, знаете, козы, это, коз девушка, козы, девочка маленькая. Вот, и много таких, на ай заканчивается. И ее тоже стали тапай звать. И краткое потом ушло, осталось что? Тапы или тапа. Затем тэ уходит, остается а-па. Во всех тюркских языках старшая женщина а-па. А-па. И потом мужчина а-бы, дядя там и другой, да? Вот это а-па, а-бы. Затем остается только корень па-ма во всех языках, который переходит потом ма-ба. И поэтому дедушка, баба-патюрский будет. Баба-дедушка, да? Вот. Но это потом, когда матринхату патриархат переходит, там эти все имена перекочевывают, да? То есть я хочу сказать, что вот эта призывница, ее стали звать А-па. А-п-а-па. Затем я смотрю в чувашском языке, и в татарском турецком, и в татарском чувашском бабушка, повитуха, может быть, была в Ленине раньше была, ее зовут А-би. По-чувашски Э-пэ, Э-пэ. И смотрю, чувашский язык для меня был плечом вообще для всего. Я поразился. И смотрю, Э-пэ это повитуха, старуха, глава, имени, дура, понимаете, и я, местоимение, тоже Э-пэ. Представляете? Я-пэ. Значит так, я только называлась эта бабушка в начале, глава, только она имела право назваться Я, Э-пэ. Вот. То есть самое древнее местоимение Я было не Мин, не Бен, а в шумерский период уже Мэ, а еще были они, когда в чувашском языке говорят Э-пэ, Э-бэ, Бэ, Мэ в шумерском, потом Мэ перешло в фаотюрский язык, потом Мин, Бен уже в позднюю эпоху. Но как М получилась эта отдельная история. Вот понимаете, как личное местоимение возникло первого лица, это очень важно, и оно во многих языках тоже это видно, в тюркском. Затем, местоимение второго лица очень важно, но про тюркском было Се, не Си, но не было, Се Си, да? И в шумерском, и в этом, в эркутском языках, что у нас похоже, Се Си. Се Си означало уже не каплю, а вода, которая долго капала, и текли целые ручьи, целые реки текли, они какой звук издавали? Ше, 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 шерлопава, шерлопава, шарламан, просто в татарском, то есть, водопад, там перекаты воды, шарламан, это звукоподражание, они как слышали вода в чуме. Так и назвали Ше, почему? Потому что второе лицо, ты, это было уже обилие вот этих всех людей, женщин, которые не являются предводителями, их детей, молодых неженатых мужчин, все это назвали Ше, их было много, как вот этой воды. Понимаете? И в Чуасском вода будет Шиф, Шиф. Вот. В других языках Су, Сув, да? И вот татары говорят, вода, когда звукоподражание, Сув, Шебар-Шебарава. Вода течет, издавая звук Шебар-Шебарава. Вот, понимаете? Шебар-Шебарава. И вот это Шебар-Шебар перешло потом в название слово Сибирь и слово Север. Почему? Я забегаю вперед немножко. Прародина первая, я считаю, у тюрков, это Ближний Восток, где шумеры жили. Это был жаркий климат засушливый. Они там долго жили, освоили многие вещи. Потом Казахстан с Катом пришли через Кавказ на Украину, Казахстан и на Урал двинулись. Там климат другой был. Там был дождливый климат. Много было зелени, правда. И они, видимо, когда вот такие дожди увидели, они сказали Шебар-Шебар. Район Шебар-Шебар. Тут задача что-то. И вот, возможно, отсюда осталось и потом в русском языке Север и Сибирь. Я вперед забегаю, просто говорю. Но я не буду все местоимения расчифровывать, но это для того, чтобы потом вы поняли другую львину. Затем, вот Алжан Сулеймена, он очень четко показал, что тюркские слова есть в шумерском языке, да? Показывая как бы древность языка. Но я пошел дальше. Я подумал, а почему только в лексике? Почему нельзя грамматику рассматривать? Значит, мы могли в грамматике что-то ставить, да? В других языках. И когда я начал с точки зрения копать, я просто чуть со стула не упал. Вот грамматические категории в индоевропейских языках, по крайней мере, прямо кустами, кустами, малоизмененном виде даже стоят они, да? Вот яркий пример. Аффикс множественного числа в тюркском языке наиболее древнем – это СЗ. Это от местоимения второго лица СШ, который показал обилию воды, множество чего-то, да? И оно в тюркских языках стало аффиксом множественного числа, показать множество числа. Например, Б было Би, было Я, а БИС, то есть Би и Си вместе – Я и Ты. Это много уже, потому что З есть, который в тюркском языке. БИС – это было очень много, это мы были, да? Поэтому потом С перешло в индоевропейский язык. Как будет? Ну, еще вот в этапском языке небо – ЭК, небеса – ЭКС, например, да? Или ОРАТОР по-латвински, единственное число, ОРАТОР – ОРАТОРЭС, да? ДОК – СОБАКУ по-английски, ДОКС – СОБАКИ. Вот эта тюркская ЗЭТ уже проникла в индоевропейский языке. Затем… А вот еще… На латыни писки, что такое писки на концепте, когда хлопаем писки? Это дважды, исполнить дважды, это два раза. Повторить. Да, повторить писки – это дважды, два. То есть мы – Я и Си, два, а вот отсюда. Билингва, откуда идет? Значит два языка. Тоже тюркское БИ, только ЗЕ нет здесь, а Билингва. То есть без мы – нас двое, билингва, интересно. Затем… Так вот… Затем показатель множественности под названием ТЭН-ЭН, да? ТЭН-ЭН – это я так объясняю. Во многих тюркских языках Солнце означалось ТАН-ДАН. ТЭН-ДЭН – это одно и то же. ТАН-ДАН. А Солнце для тюрков было – это олицетворение множественности, изобилие, урожай. Чего-то много – это Солнце и это понятие связанное. Отсюда, там, стало тюркский язык тоже отражать множество. Я вам пример приведу. Значит, МЭН – это был Я, место имени Я, а что такое МЭН? МЭН – это уже много, это уже множество. На множество что показывает? Слово МЭН – тысяча. МЭН – это множество – тысяча. А в индоевропейских языках это проникло в виде МЭНИ. Понимаете? МЭН – это по тюркски – тысяча. А оно осталось в индоевропейских языках, в английском МЭНИ – много. И в русском – много МЭНИ. Понимаете? Вот это МЭН осталось. Затем, третий показатель. Ну, он вот уже чисто тюркский, последний. Это ЛАМ, ТАМ, ШАМ – это современный тюркский язык. Это уже я в индоевропейских не вижу этого перехода. Ну, по крайней мере, вот это вот ясно. А вот еще второе лицо, которое означало множество чего-то. Много воды, много людей. И в то же время женского рода людей означало. Ну, где ШЕ, ТЕ, ЧЕ – вот эти фонарьи, они все означают женское начало. Отсюда в тюркский языках. Как будет самка по-турецки – ДЕШИ. По-татарски самка будет ТЕШИ. Затем, индоевропейский язык – ЖАНА в русском языке. ЖЕ тоже, да? ШИ в английском тоже похоже. Вот это ШИ, ТЕШИ, СИ, ШИ. ШИ, да? ЗИ по-немецки. Это вот все со вторым лицом связано. И с женским началом. Потому что женщин, детей было много в племени, да? Мужчины и женщины были общие все. Только дети там, я не помню, сейчас было по матери или по отцу, они числились. Короче говоря, вообще мужчины там вообще не считались ни за кого хотели. Приматриархатия. Глава была женщина и все. А остальные там, значит, таксики, людишки. Таким образом, я пришел к выводу, что в свое время, в какой-то фок, очень древний, возможно, Приматриархатия, но не Приматриархатия. Тюрки совершили из мировой истории большую революцию. Это языковая революция. То есть они создали язык довольно развитый, с грамматическими категориями, с местоимениями и так далее, и так далее, уйдя немного вперед. Тем самым у других народов, видимо, еще не было этого. Потому что вот эти все заимствования показывают, что они потом просто перенимали актеров наиболее такие вещи продвинутые. Вот в истории человеческих каждый народ, он в какую-то эпоху дает что-то такое выдающее ценное. Вот, например, греки философию дали, потому что они не работали физически, на берегу моря лежали и философствовали. За них работали разные. Вот это материальное богатство позволило им философию развести. Затем русская литература. Русский славец в мире единственным чем, это русская литература 19 века. Ее все знают. Достоевский, Толстой, там, Чехов. Все, любого спросили, они знали. Почему это произошло? Да потому что помещики, своих помещик, поместья, они физически не жили на выживании, как говорят. Они жили с удовольствием и писали романы, литературой занимались. А рабы, крестьяне крепостные, на них работали. Вот это дало возможность. В 19 веке произошел расцвет русской литературы. А у тюрок, что послужило им такой роскошной жизнью, что они язык свой продвинули? Знаете что, они первыми в мире перешли от охоты и собирательства к скотоводству отгонному. И это им дало много свободного времени и сил для того, чтобы не жить просто, для того, чтобы выжить в этом мире, с голоду не велеть, а чтобы о чем-то и другом порассуждать. Там о языке, о словах, о Боге, там не солнце поклонялись, а солнце и так далее. Пофилософствовать по-своему. И другой причины я пока не вижу. Потому что мне часто говорили, хорошо, вот ты говоришь, мы такие были развитые тогда тюрки и так далее. Хорошо, мы утолкнули человечество вперед, значит, а где ваша китайская стена великая? Нету ее. Где ваша Библия в том том, как вы являетесь? Нет у вас Библии. Где у вас там еще что-то? Тоже нет. Но я им говорю, что наши предки совершили этот рывок в языковую революцию. Тогда, когда не было ни письменности, ни городов, ни стен, ни Библии, ничего не было. Это была устная речь и это был глубокий материалхат. И поэтому от той эпохи, конечно, никаких материальных следов не осталось фактически. Но остались языки тюркские и их следы в других всех языках мира. Это не только слова, целыми пустами грамматических категорий. Это же говорит о том, что тюрки были впереди в этом отношении. Как вот американцы изобрели интернет, социальные сети, и мы у них взяли, и у нас вся лексика, которая к компьютеру относится, вся на английском языке. Потому что они в эту эпоху дали человечеству это. А мы тюрки в то время дали человечеству как интернет свой язык. И все это распространилось. Затем, это вот переход с катавроса одна из причин, да? Вторая причина, почему язык продумался вперед. И чем сложнее жизнь, тем язык тоже развитее. Для того, чтобы этот скот не воровали, не угоняли, нужно было охрану держать. Стали создавать охранные отряды вокруг этих ферм. А охранные отряды это был прогноз армии. А армия это значит прогноз государства. Жизнь уже усложнилась, все эти социальные институты стали появляться. И язык требовал тоже более сложной такой структуры, да? Вот вторая причина охранные отряды, так? И затем вот эта солнечно-дождевая теория, она соединяла как бы природу с солнцем. Солнце было демиургом всего. Оно все объединяло. Все эти понятия, они каким-то своим внутренним содержанием все связаны с солнцем. Я могу только когда-то примеры привести, чем они с солнцем связаны. Дети как связаны с солнцем? Знаете, потомство. Мужская сперма белого цвета. Из нее, получается, дети, они это понимали. А раз белого цвета, это значит луна, солнце, это небесные создания, которые мужчине вот посылали эту семью, да? И он детей делал, да? Ведь у многих народов даже были эти сексуальные и эфирические праздницы. У греков, например, где они на шестах фалосы носили, там был праздник такой. У башкир, вот Ибн Халлан идет в 1922 году, был на башких землю. И башкир, значит, из дерева фалос вырезанный на груди у него болтается. Он говорит, что это? Его спрашивают. Этот башкир ему говорит, это наш бог. Мы ему поклоняемся. Он создает нам детей. Все. Ну, то есть это вот на том уровне, да? Затем, ну, любое из этих, взять знания, например, как связано с солнцем. Я говорю, в тюркских языках знания, то есть солнце там, да? Там, тамс. Потом оно в английском, вот это сан. Солнце вот в виде санского прошло. Вот смотрите, понятие знаний. В турецком языке. Татмак – это поклоняться. Поклоняться Богу, да? Потому что Бог был там, и солнце было там. Затем в татарском – это находить. Находить что? Находить солнце, по нему изучать мир. Чувашская танна – это ум. Опять с этим корнем связано. Затем сознание. Танна по-чувашски – соображать. В языке индейском симу дакота, танги – это узнать. Опять с этим корнем. Немецкая – думать. Тоже дэн. Корень, да? Английская – think. Думать. Тоже дэн. Русская – думать. Тоже думать. Тумкать. Соображать. Арабское слово – данна. Данна – предполагать. Тоже с этим корнем связано. Персидское – данистан. Знать. Тоже дан, да? Русская – знать. Думать. Тумкать. Вот видите, понятия знания, понимания и понятия Солнца из одного корня вышли. Потому что древний человек познавал мир. В первую очередь через Солнце. Во-первых, время они фиксировали по месту Солнца на Небоскоре. Утро, вечер, середина дня и так далее. Затем в книге у меня есть очень важная часть. Ну, это своего рода солнечная религия была даже. Своего рода солнечная религия еще. У меня есть, там называется тюркская диалектика. Вот это вообще интересная вещь. В тюркских языках есть такие корни и есть такие слова, в которых есть два противоположных, совершенно противоположных начала, казалось бы. Например, есть слово по-турецки чок, это много, да? И есть чувашское слово чук. Чук – это ничто. Нет, чук – это нет ничего. А корень один – чук и чук. Ясно, что из одного корня. И еще, например, другой корень. По-татарски болт – это значит обильный. Чего-то много – болт. Или буш – это пустой, нет ничего. Шейнлэ – это ему заменяется. Даже в русском языке интересные слова эти. Например, есть слово полный, да? Корень пола. И полный. Полный – это значит пустой. Тоже интересно, да? То есть они обратили внимание, что каждое явление, а слова они отражают эти явления, вбирает в себе два противоположных начала. В любом явлении, возьмите, в социальной жизни, в природе, в каждом явлении есть два крайних начала, да? Есть, например, радикализм, есть умеренность, есть там что-то еще, консерватизм, да? И так далее. И вот эту диалектику отражает одна татарская поговорка, она, наверное, еще в эти времена была сложна. Я по-татарски уж не буду, чтобы потом переводить на русский язык. Ну, дословно там-тан. Имеется в виду как бы совет для хана, для правителя. Если будешь жестким, пойми, чрезмерно жестким, тебя повесят. Если будешь мягким таким, то тебе не будут подчиняться, и все развалится, да? А если будешь в середине, народ тебя выберет ханом, и правление будет великолепным. Вот в этой поговорке вот все видно, что две крайности явления таких, как власть даже. Власть не должна быть слишком жесткой, диктаторской, чрезмерной, и не должна быть слишком мягкой, когда ее почти нет. И то, и другое плохо. А суть власти – это быть посередине. Умеренность, да? И это отразилось вот в тюркских языках. Это видно. Вот это камень, который я представил вам. Понимаешься? Мы хотим его, чтобы ты не понимаешь. Ведь, чтобы ты не понимаешь, что я стала подчиняться с тем, как нахраняя. И, конечно, разумно, что мы не понимаем, И вот мы хотим его. И вот мы сейчас посмотрим.